Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Для чего же нужны переделанные автоматы и кто их покупает? Самый простой пример. Предположим, что согласно технических условий, вам на дом выделена мощность всего 5,5 кВт при однофазном вводе 220 В. По току это соответствует автомату с номинальным током 25 А. Вот как в данном случае. На самом деле это немного. Тем более, если дом большой и в нем много различных приборов и техники. Естественно, что реальное потребление может быть гораздо больше. Что при определенных нагрузках может привести к перегрузу автомата, то есть его срабатыванию. Это же очень неудобно. Автомат отключится, тем самым обесточив дом. То есть весь дом обесточится. Затем нужно выждать определенное время, чтобы тепловой рассыпитель автомата остыл. А уже потом можно было вновь его включить. Но дело в том, что электрические сети не всегда могут выделить вам больше мощности. Так как линии зачастую сильно нагружены и их пропускная способность уже находится на пределе. Выход нашли ушлые товарищи, которые решили на подобных ситуациях обогатиться. Каким же образом? В общем, существует два варианта. Первый вариант. Это берется автомат с заведомо большим номиналом. Например, 40 А. Вот как в данном случае. И на его корпусе изменяется надпись. То есть стирается родная маркировка и наносится новая. Но уже с номиналом 25 А. Ну, типа вот примерно вот так. Второй вариант. Чаще применяется у тех автоматов. Автоматов родная маркировка которых наносится лазером и стиранию не подлежит. В этом случае берется автомат 40 А, разбирается и перемещается в корпус автомата 25 А. В итоге, в обоих вариантах на выходе мы получаем автомат с номинальным током 25 А. Но с внутренним рассыпителями на 40 А. То есть, по сути, мы самопроизвольно увеличили в себе выделенную мощность на дом. Вместо выделенных 5,5 киловатт, теперь можно смело потреблять 8,8 киловатт. То есть, получилась такая отличная прибавка на 3,3 киловатта. К тому же, передельщики, или их еще можно назвать беспредельщики, активно рекламируют, что переделанный автомат не приводит к хищению электроэнергии. Ведь в итоге все равно мы будем платить фактически за потребленную электроэнергию по установленному счетчику и соответствующим тарифам. И в этом они, безусловно, правы. Кстати, только не нужно забывать, что переделанный автомат на самом деле имеет больший номинал. А значит, это нужно учитывать при выборе сечений кабелей и проводов на вводе в дом. А также номинал вводного УЗО, если таково имеется, и прочие автоматики на вводе. Там реле напряжения, контакторы и тому подобное. Таким образом, сети без проблем подписывают нам договор на электроснабжение, пломбируют и принимают в эксплуатацию наш вводной щит и узел учета. Как я уже говорил в начале видео, установка на вводе переделанных автоматов чревата для линий, потому как некоторые из них уже превышают свою пропускную способность и работают на пределе перегруза. А порой и в перегрузе, особенно в часы максимума. Может быть, вы своими нагрузками и не сыграете никакой роли, а представляете, если каждый потребитель будет самовольно увеличивать себе выделенную мощность. В итоге расчетная нагрузка и фактическая нагрузка будут сильно разниться. Линия будет перегружаться, напряжение, особенно в конце линии, в часы максимума, может находиться ниже предельно допустимых уровней и тому подобное. Таким образом, линия из-за перегруза может с частой периодичностью отключаться и на гораздо большее время до выяснения причины сотрудниками электросетей. В итоге вы с другими подобными товарищами, которые также переделывали автоматы, не только себе на солите, но и всем потребителям на данной линии, то есть всему поселку, а отсюда начнут поступать, соответственно, очередные жалобы в электросети. Но рассказать я хочу о следующем. Решил я заказать один такой переделанный экземпляр и проверить, а действительно ли он является переделанным. А может не смыслящим в электрике гражданам и вовсе продают непеределанные образцы. Кстати, это самый простой вариант. Продавать обычные непеределанные автоматы, раза так в три дороже, еще при этом не нарушать никаких законов. В общем, заказал я в Санкт-Петербурге однополюсный автомат ВА-4729 ОТЭК с номинальным током 40 А, переделанный на номинал 25 А. Вот вы видите. Стоимость данного автомата составляет около 1000 рублей, плюс доставка до моего города. В итоге он мне обошелся аж в 1400 рублей. Согласитесь, что не дешевое удовольствие для снятия одного видеоролика. Тем не менее, я хотел с вами поделиться данной информацией. Предварительно у продавцов уточнял про гарантии и даже спрашивал, а не прикладывают ли они протокол испытаний на переделанный автомат. Ведь не у каждого имеется возможность прогрузить автомат и проверить его действительные параметры. На что получил ответ, что никаких испытаний автоматом не проводится. В общем, знакомьтесь. Вот он, тот самый переделанный автомат. С виду он ничем не отличается от оригинального автомата 25 А. Вот, значит, слева у меня переделанный автомат, а справа у меня оригинальный. Они ничем не отличаются и от оригинального 40 А автомата. И вправду, как видите, даже все штрих-коды на корпусе соответствуют оригинальному автомату. То есть вот 257 в конце и здесь тоже 257 у оригинала. Также не замечено никаких надрезов, царапин и следов вмешательств. Все клёпки выглядят как в заводском исполнении. Тем не менее, я нашел некоторые отличия. Вот, смотрите внимательно. Это какой-то номер артикла или что-то такое, не знаю. Ну, в общем, смотрите. Последняя цифра у оригинала это 0,25. Что означает, что номинальный ток данного автомата составляет 25 А. А у переделанного автомата, вот снизу, у него вот этот код или артикул, не знаю, заканчивается на 0,40. Это говорит о том, что данный автомат имеет номинальный ток 40 А. Хотя, как видите, на лицевой панели у него четко обозначено S25. Вот, это единственное, я заметил, отличие между автоматами. Вот, кстати, у оригинального 40 А автомата тоже в этом коде в конце стоят циферки 0,40. Так, в общем, как выяснилось дальше. У моего экземпляра, переделанного экземпляра, вот эти латунные стяжные трубки, не цельные. А просто приклеенный на клей их как бы завальцованные головки, вот эти вот. Вот, смотрите сами, то есть, звоним трубочку. Видите, не прозванивается. И так все трубки. Не прозванивается. Видите? Ни одна трубочка у нас не звонится. А вот возьмем оригинальный автомат. Вот у нас все трубочки цельные. И так далее. Надеюсь, вы эту разницу поняли. В общем, они что делают? При разборке автомата, они эти трубочки аккуратненько высверливают. Потом обрезают и садят на суперклей. То есть, на самом деле, эти трубки здесь корпус автомата не стягивают, а просто приклеены для придания заводского вида. Причем, настолько так сделано все аккуратненько, что даже не видно следы клея. То есть, так аккуратно капнули. И вот эти вот головки, вот эти шляпки, трубочек аккуратно приклеили с каждой из сторон. Тем не менее, на некоторых сайтах по продаже переделанных автоматов не встречалась информация, что вот эти латунные трубки используются цельные и завальцовывают, как на заводе. Хотя, если честно, сомневаюсь. Я в этом очень сильно сомневаюсь. Если при перепечатке надписей автомат сохраняет свои функции и работоспособность, то при переносе его из одного корпуса в другой есть явно подозрение, что он может работать некорректно из-за неправильной сборки. К тому же, при отсутствии цельных трубок и не завальцованных по факту этих заклепочек, при отключении токов короткого замыкания, автомат просто-напросто может разорвать пополам. Давайте самое простое, без применения прочих разных приборов, определим вес автоматов. Вот у нас переделанный автомат 40 А на 25 А имеет вес 97,3 грамма. Оригинальный 40 А автомат имеет вес 97,2 грамма. И оригинальный автомат 25 А имеет вес 95,6 грамма. Как видите, переделанный автомат 40 А на 25 А имеет одинаковый вес с оригинальным автоматом, что уже говорит частично об одинаковой начинке, одинаковом содержимом. Так, ну теперь я уже буду сравнивать между собой только 40 А автоматы, то есть не оригинал и оригинал. Итак, измерение переходного сопротивления автоматов. Это я делаю для того, чтобы убедиться в корректной сборке переделанного автомата. Так, вот подключил прибор, включаю автомат и поехали. 2,47 мл. Ом. Давайте еще раз. 2,45 мл. Ом. Это у нас был не оригинал, переделанный автомат. Кстати, при затягивании сейчас вот этих специальных отводов у переделанного автомата, прям у него весь корпус хрустел, такое чувство, что он вот-вот развалится. Но это и понятно, на самом-то деле автомат не стянут ни одной цельной трубочкой, шпилечкой. Так, это подключил я оригинальный автомат, поехали. Ничего не меняем тут. Производим замер. 2,34 мл. Еще раз. 2,32 мл. Так, ну, по переходному сопротивлению разница у них, в принципе, минимальна. Можно даже сказать, практически сопротивление у них одинаковое, находится в пределах погрешности данного прибора. При одинаковых токах нагрузки автоматы будут греться примерно одинаково. И потери на полюс, и на рассеивание мощности у них будет примерно одинаково. Особо вдаваться в подробности прогрузки я не буду, так как очень подробно об этом уже рассказывал в своих видео. Посмотрите раздел автоматические выключатели, видео про время токовую характеристику автоматов и тому подобное. В общем, проверим тепловой и электромагнитный рассыпители у обоих автоматов. Тепловой рассыпитель. Согласно ГОСТ 50-345, время срабатывания автомата при токе 2,55 от номинального, то есть 2,55 на 40, это получается 102 ампера, то есть время срабатывания автомата при 102 амперах должно находиться в пределах от 1 секунды до 120 секунд. Температура сейчас в помещении составляет около 30 градусов, ну может 28, лето, жара сейчас, что соответствует представленному графику время токовой характеристики. Поэтому никаких поправочных коэффициентов я вводить не буду. Навел 102 ампера, включаю. 15 секунд. Время составило 28,14 секунд. Автомат у нас отключился. Теперь проверим его электромагнитный рассыпитель. То есть, согласно этого же ГОСТ, при 5-кратном токе от номинального, то есть при токе 200 ампер, автомат должен отключиться за время не менее 0,1 секунды. Так, автомат у нас включен. Ток 200 ампер я навел. Поехали. Оп. Время составило 2,65. Отлично. Так, и осталось нам проверить срабатывание автомата при 10-кратном токе. То есть, при 10-кратном токе от номинального, в данном случае это 400 ампер, автомат должен отключиться за время менее 0,1 секунды. Автомат у нас включен. Поехали. 400 ампер, 5,6 миллисекунд. Отлично. Ну, давайте еще несколько раз попробуем. Отключаем. 5,5 миллисекунд. Еще раз. 5,5 миллисекунд. Ну вот, 5 или 6 раз, сколько я там отключил. Время составило 5,5 миллисекунд. Ну а теперь аналогичные испытания проведем нашему переделанному автомату. Итак, поехали. 102 ампера. 102 ампера. Напомню, что у оригинального автомата время составило 28,14 секунд. 30 секунд прошло. Оп. Время отключения 34,09. Итак, поехали. Пятикратный ток 200 ампер. Оп. Ну, 195 немножко меньше получилось. Время 3,08. Автомат отключился. И последнее у нас испытание. Десятикратным током, то есть током 400 ампер. Автомат включен. Поехали. 405 ампер. Время 5,4 миллисекунды. У оригинального было 5,5. Так, ну давайте по аналогии раз 5,6 сейчас произведем отключение током 400 ампер. Поехали. Пять и четыре миллисекунды. Еще раз. Пять и три миллисекунды. Пять и четыре миллисекунды. Пять и четыре миллисекунды. Пять и четыре миллисекунды. Как показали испытания, оба автомата их успешно прошли. Их время срабатывания соответствует ГОСТу 50345 и заявленным время токовым характеристикам. Отсюда можно сделать вывод, что оба автомата исправны. Все основные моменты по приобретению переделанных автоматов я рассказал еще в начале видео. Безусловно, что каждый решает сам приобретать ему переделанный автомат или нет. Тем не менее, я призываю к тому, чтобы быть честными перед самим собой, а также другими потребителями электрической энергии. Если у вас есть какие-то вопросы по данной теме, пожалуйста, к вашим услугам комментарии. Ну и на этом, пожалуй, все. С вами, как всегда, был Дмитрий, автор сайта Заметки Электрика. До новых встреч!